Мы, конечно, будем стараться удивить, но самое главное, только команда выступает. С вами Нканя, с вами Воронье Ухо. Вот оригинал, да, только что услышали, да, в полной мере, в общем-то, ребята. Да, здравствуйте, у нас второй Best of 3 матч, в общем-то, Epsilon X, Epsilon, вернее, против Sprout. И уже такой матчап уже был, и там, ну, Epsilon оказались сильнее. Здесь вот Sprout, конечно, взяли себе этот DAS, на котором они умеют, конечно, играть, уже показали не раз. А вот все остальные карты у них довольно скромные, если честно, вот они выигрывают первого и проиграют все остальные, но, в всяком случае, у нас на турнире. Ну, будет возможность у Sprout провести реванш. Опять же, наверняка была проведена какая-то работа над ошибками, и будем надеяться, что у нас здесь будет много открытого, красивого Counter-Strike. Поехали смотреть. Поехали, boys and girls, let's see that pistol round, and the teams are ready and set up to play on our tournament on this game. Да, поехали. И это атака. Вот, кстати, у нас была речь о том, кто будет вообще начинать в атаке в защите, но я всегда говорю о том, что на DAS вообще не имеет это никакого значения. Epsilon в итоге атака, раскидка есть у Спеллана и Энкея. Болгарский раскид, назовем это так. Томас получает ХЕ в будку. Это не очень приятно, но и Sprout уже занимает себе длину. Что интересно, два набора диффуза здесь у Sprout, через нижнюю тэшку играет X-Epsilon, смог на X-Box, есть также еще один дым, есть еще флешки. Может быть, кстати, будет какой-то контакт middle, нет? Все-таки без этого, пока аккуратно там действует Epsilon, заходят они на ZIG, будет также поздний выход от Топсона через коробку. А смог на КТ, кстати. От кого? От Топсона. Вот это интересно, да, смотрим мы за сплитом на точку. Ну, а Томсона? Я сказал Топсона. Да, четверка у нас Ирса на длине, в общем-то он должен принимать своих оппонентов здесь. И раскидка неплохая на точку команды X-Epsilon, там будет поставлена бомба, и защита готова выбивать 5-5. Да, давайте смотреть, что там по ретейку идет выбивание через респаун и через лонг. Так, Ширилл внутри плента делает минус, продолжает жить. Еще один фраг от него, Денис делает предварительно минус, также Сирсон отвечает. НК подключается через лонг, это было неожиданностью для Спраута. X-Epsilon забирает пистолетный раунд. Ну, Топсон был, конечно, хорош, на самом деле, в этом выходе. Лучший инвокер карты ДАС-2 забирает команда Epsilon себе этот первый раунд. Спраут, ну, выпустили противника, на самом деле, каков шанс того, что вы выбиваете оппонента с базы, а когда там уже поставлена бомба и все в позициях, он слишком мал. Сейчас атака будет уже решать, куда и пойти, будет ли это быстрая игра, но по скауту уже видно, что нет. И чем отвечает Спраут? Это скаут от Сирсена, все остальные с пистолетами, плюс МП-9 у Дениса на руках, с маком закрывается центр, и, кстати, Сирсон пытается убить Крушуэла, не получается. Хэдшоты уже 5-4. Это было легко. Вообще, я противник форса на дасте за диффенс. Особенно такого, который сейчас исполняет Спраут. Тот попекался в медле, этот попекался в коробке. Найс форсим, пацаны. На что расчет? Ну, расчет на скаут, который на центре что-то сделает, но в итоге этот скаут вообще, в принципе, не сыграл, и с ним на руках там еще один боец погибает у себя на респе, Денис. Верхняя, нижняя тэшка, но НК все это дело контролирует, хотя нет. Развернулся, получил в итоге от Дениса, но это инфа, бомба. Кстати, до сих пор еще на выходе с респауна атаки. Спиди имеет перестрелку со спеллана, но там еще на поддержку приходит один игрок атаки. Это скаут от Крушуэла, но у Спиди здесь не было шансов на выживание. Денис тоже должен погибать и 2-0. Хотя бомба выбивается, в спине, правда, находится Сюрил. Мы посмотрели только что на бай от Спраут. Ничего не увидели в этом байе. Абсолютно никакой идеи. С Ирсом, да, конечно, мог убить там Крушуэла на респе, и мы бы говорили совсем иначе, что такой молодец, он фраг сделал. Я бы так не сказал. Все равно перестрелка в воротах в начале раунда, это опять, знаешь, повезет, не повезет, прокнуло, не прокнуло, ну такое. То есть я бы очень поспорил с этим. Врыв миддл. Врыв миддл мы еще такого не видели на подобном раунде. Без ничего просто. То есть обычно тратится 300 долларов на смок какой-то на центр, врыв на длину, например, вместе. Ну, Томаса забрали уже неплохо. В принципе, уже можно оценить этот раунд как нормальный для команды Спраут. И сейчас сможем ли мы оценить следующий в хорошо? Они закупаются с Ирсом. Снайперская винтовка. МК есть на базе также Ауку Спиди. Но Эпсилон ничего нового не привносит в свою игру. Только АК-47 у Томаса. Точно так уже автомат НК. СГ, ЮМП и Крушуэлл со скаутом. Такая себе снайперская винтовка, бюджетная. Тут три игрока в Т-шку пошли на базу Б. Вот Экс с Эпсилон. Накидали гранат. Спеллон. Ой, это интересно. Очень клево. Они типа как фейкуют выход на Б быстрый. Потому что много флешек накидали. В итоге у нас два игрока уже на центре оказывается. Замечает их игрок на Б через двери. НК откидывает молота в носите. Там находится только один игрок защиты. Ну и в целом защита пока не стремится к перетяжке какой-то массовой. Да, она не может это сделать на самом деле. Потому что их закрывают на центре. Это самый главный момент, который важно учитывать. Интересно, что нет гранат теперь, смотри. Да. Крушел, кстати, со смоком было бы неплохо уйти в нижнюю Т-шку. И просто попытаться сделать там. Хорошо. Жестко. На прицел к нему выходит Фавен. Попадает в голову на Т-шку. Минус один чел на Б. Да, и остается только один там игрок. Это Деннис с Эмкой без гранат. Кита ловит НК на центре. Тоже важный минус, потому что будет поддержка какая-то Деннису. Тот за бочкой пока на танцполе. Не спешат пока Спеллан и Крушел. Они на верхней Т-шке оставили одного Томаса у себя на респауне. Ну и нужно уже потихоньку выходить. В наш коллектив Деннис пикает. Забирает одного, но Крушел не отпускает его. Бомбу только что засветили игроки атаки. Так что должна быть массовая уже перетяжка. А тут уже Кита в углу. А перетяжки нет. Прикинь, Кита стоит в соло просто. Как так-то? Ну, увидели же бомбу. Ну, могут отдавать ее, конечно. Крушел красный. Томас должен сыграть на размен как минимум здесь, потому что, ну, не выживет тут Крушел. Никак. Томас должен уже плача себя показывать. Убивает он Кита. Остается против Спиди и Сирсона. А там Авик уже. Здравствуйте. Какое хорошее начало. Академическое просто. Все было хорошо. Вот они вышли на центр и остановились, понимаешь? То есть они могли сплитовать Б уже. Ну, окей. У вас была... То есть я понимаю, что вас откидали, там закрылись с Маком, закрылись с Моликом. Ну, окей. Выдержите паузу и зайдите сплитом дальше. Просто в один момент мы посмотрели два выхода на центр. Там два игрока уже под Б, под окном. Трое в Тэшке. Да. То есть они могли реально выйти довольно просто на точку Б, но почему-то вот решили постоять, видимо, поймать кого-то на перетяжке и только потом уже решить. И то на старт уже получил смок на длине. Пытается убить Томаса. Еще одна флешка от Сирсона. Хороший ассист. Еще одна флешка на НК. И перед тем, как ослепнуть успевает его забрать и еще уйти обратно в бокс. Жестко он дал оппоненту. Ну и 4 в 4. Кита погиб, предварительно сделав минус. Успел, она уже позиция для внедрения на мидл. Откинется смок. Йоу. Ну и в шорт пойдут, наверное, нет? Попробуют. Или опять центр плюс Б. Все-таки интересно, справа стоят по плентам 2 плюс 2. Притом даже нельзя сказать, что по плентам 2 плюс 2. Потому что там, фактически, я так понимаю, четверочка находится на бусте, а один чел в яме. То есть, в общем-то, это такое себе удержание апплента. Больше рассчитано на ретейк А позиции. Сирсон отходит. Ну и тут СВП уже будет действовать без поддержки тиммейтов. Есть еще набор гранат, который поможет выйти нормальной команде Апсилон на точку А. Но они пока не спешат. Там, кстати, еще один пик от Сирсона. Довольно интересная позиция, чтобы убить и упасть вниз, вроде по всему. И вот он смог на бортик. Сирсон уже нужно поменять положение. Да, он сразу уходит. Вот следим мы за ним на карте. Вот флешки пока не совсем удачные. Сирсон первого забирает. Сюрил падает. Еще одна флеша нужна. Да нет, вообще гранат почему-то напрасывает. Там их нет. Они уже все потратили. Только Молотов на рампу, наверное, потратят. Ой, крушел. Забирает Сирсона. Тут, ну, на самом деле, ошибается. Да, можно было сделать нормальный угол, а не такой рисковый. Он просто выходил на тот же угол, на котором уже был. Бам. Что делать? Спиди тоже не выживает. Спиди под шифтом выходил с этой точки. Хотя, опять же, не было информации по точке А. Там уже находилось слишком много соперников. НК чекает спину. Минус Фавен. И последний Деннис срывается на просвет. Забирает от второго. Тоже получается 1-1 против спеллана. АК или М как-то окажется сильнее. Но бомба стоит. Деннис. Ой-ой-ой. Прыгает из спеллана. Ловит его в этом прыжке. Забирает своим спреем. Это 4-1. И сейчас у нас тратятся все деньги. Наверное, команда исправит. Хотя нужно, опять же, такие пистолеты и арморы какие-то получить. Уже в следующем раунде закупиться нормально. А можно без эко просто пойти постреляться в ворота, как они это делали. Ну, кстати, вот это прикольный раунд. Мне тоже понравился он. Быстро все заканчивается. Все четенько, да. Не откладывают вопросы. Не оттягивают они концы, эти все свои на карте, в общем-то. Ну и Спиди и Фавен по нулю пока на руках. Спелл откидывает флешку в начале раунда. Занимает коробку. Тут пушат Спиди. Его уже контролируют. Спиди решил сам сыграть по такой тактике. Команда не поддержала. Вот. Выход на центр неудачный. Пушится, кстати, верхняя тэшка. Там сейчас будет работенка непыльная для Томаса, который на Титанике все это время стоял. И для него не проблема, должна быть Фаблен и Деннис. Да, падают от этого Калаша. Ну это 5-1 точно. Кита с Сирсоном последняя. Идет, прожимает Зик Киту. Опять же, даже в этом моменте нет единства у Спрауд. Ну вот это интересно, потому что могли бы... Вот я же говорил о Смаке, который обычно команда бросает на центр и потом играет как-то вместе. Или подсадка на Зик, или пуш через Денун. То есть какая-то мысль хотя бы на Эко. Или, возможно, они просто это дело не тренируют, а должны. Вот если вы тренируетесь, то тренируйте такой раунд с пистолетами дефолтными. И потом будете как Виталити. В смысле? Так они пикают Даст? Да. Это же они пикнули Даст? Да, да, конечно. Так они должны вообще показывать кучу каких-то прикольных кандидей. Они у нас на турнире чуть ли не только Даст выигрывали. Понятно, что у них лучше все в этом плане. Но вот Даст они отыгрывают нормально, но потом начинаются уже качели-карусели. Да это безобразие. Пускай учатся у Гамбитов играть. Янгстерс. Ну, кстати, Гамбит... Янгстерс, вот мы... На Эко они проводят очень много работы. Я просто говорю о том, что когда Деннис и Спиди уже играли на топ-1 уровень, Гамбит и Янгстерс, наверное, еще матчмейкинги гоняли. Да. Но сейчас переворачивается ситуация. Кстати, Сирсон уже неплохо выступил с АВП. Деннис тоже поддерживает. Это три минуса для команды Спраут. На выход от НК неплохой. Но вот Спиди не отпускает уже его. Бомба потеряна. Крушел последний. Он совершает только сейчас выход на длину. Тут, если не взять раунд, то хотя бы кого-то еще забрать. На минус экономику. А действовать Крушелу голландскому бойцу команды X-Epsilon. Так, там спина была. Спиди смотрел вообще в Зик. А зачем им Зик в такой ситуации, если мы втроем? Ладно, на самом деле. Главное, что раунд взяли. Да, это точно. Деньги есть у команды X-Epsilon. Они сейчас будут покупать. Колется тайм-аут. Вообще, X-Epsilon это команда, которая, наверное, чаще всех берет тайм-аут. В этом плане на нашем турнире они показали какую-то волю к победе, что ли, я не знаю. Мы уже обсуждали этого шведского олда Барбара, тренера команды X-Epsilon. Интересно, в какую организацию они, в принципе, перейдут. Кто бы мог их забрать? Сейчас, наверное, не так свободных, которые готовы врыв свой совершить. Ну или там, например, кого-то отправить в плавание и забрать себе такую команду, как X-Epsilon. Ну вот вопрос просто, куда забрать? Что с ней делать? Просто дело в том, что у тебя не такая большая перспектива, понимаешь, еще этой команды. Ну так надо показывать игру, чтобы была перспектива. То есть нужно, чтобы они действительно заявили, нужно просто вот сейчас пройти на наш LAN и выиграть его. И тогда придет уже там спонсор. Либо там выиграть его, либо там хорошо себя проявить. Но, опять же, по игре ребята, конечно, молодцы, но им еще много нужно работать. Плюс еще, видимо, знаешь, как бы проблема современных геймеров в том, что они играют в игру и считают, что должны им платить зарплату за это. А про результат они думают как вторичное. Отличный тайминг, делает выпад, забирает своего оппонента, его тут же отпускает, спалл пытается догнать. И все-таки просто спугивают на респаун своего оппонента. Кстати, Шрилл сейчас его может словить, не пошел дальше. Тут комбина в 3б от Спраут. И очень агрессивно X с Эпсилон действует по направлению оппонента, но все-таки остановились. Ну, наверное, проверят сейчас выход на центр через длину от защиты. И сами же выйдут с более поздним таймингом на длину, пока нам позиция бомбы об этом говорит. Так. Ну, а тут у нас в спиде и вообще ничего не происходит. Никто не двигается на карте. Неужели повисли все? Ну, наверное, есть какие-то проблемы там. Мы сейчас вернемся, ребята, в любом случае. У нас паузы, если и бывают, то недолгие. И тут вопрос только в том, что будем делать с этим раундом, потому что урон был. А что делать? Переигрываться раунд будет? Ну, если они все повисли, то точно будут переигрывать. Возможно, да. Ну, нужна какая-то информация в любом случае. Что происходит сейчас на сервере? Пустота. Все вылетели, да, все вылетели. Ну, ждем, ребята. Напоминаем, что смотрим мы второй сезон Forge of Masters. С вами Уха, Энканис. И, в общем-то, это вторая Best of 3 встреча. И мы вернулись. Вторая Best of 3, первая карта. Выбор команды Спраут. И счет на ваших игранах в спиде. И принимает Энкэя при выходе через бокс. Но нет пока что размена еще и молотов. По себя, получается, откинуть. Шуррилл находит Денниса. Это было на центре. Это шанс для команды Эпсилон, которая должна сейчас уже побыстрее выходить куда-то. Потому что времени меньше и меньше. Есть один смок, есть две флешки. 20 секунд до конца. Выход на Б, а там два чела. Ой, как-то они замудрили совсем этот раунд. Там еще и флешка будет от Фавна, которая не даст выйти сразу же. И Фавен уходит в окно. Чекает центр. Центр дает информацию тиммейту, который все это время находился на окне. И вот он врыв от кита. Наконец-то спелл погибает. Фавен закрывает Томаса. Последнего. 3-5. В один момент был размен. То есть у нас выходил игрок команды Экс Эпсилона на центр. Убивал эту точку. И также совершался выход на длину. В такой ситуации вообще считался бы выход на А с одной стороны. То есть вы убиваете двоих, то есть перетяжку на Б и на А. Человека, который отвечает за длину. То есть неужели не легче в такой манере выйти на точку, которую вы только что убивали. То есть это длина, это А. И плюс человек на центре может держать на себе Б или уйти на Зиг. Особенно в таком тайминге. За 30 секунд идет перетяжка с длины на Б. Ну это вопрос команде Эпсилон. И об этом стоит пообщаться еще тренеру. Когда у нас будет там тайм-аут. И да, спрей. 3х забирает спиди тоже вместе с ним. И остается только Томас. Ненадолго. 4-5. Стабилизировались спрауты. Явно у них там начало карты не пошло. Сейчас уже все чуть получше. Деньги есть. Будут покупать. Томас, Пеллэн, НК. Там вроде как АВП особо не успел. Он уже купил АК. Все, АВК не будет в этом раунде. 5 АК 47-х. Пауза. 2 АВП в защите у Денниса и Сирсона. Опять же, хороший сетап для Даста. Для обороны на этой карте. Ну и вот такой вот пролет. Может быть нужно дать спейс, чтобы можно было подсаживать на машину. За машиной сидеть там в медле. Больше экшена. Богу экшена. А что, нормально было бы. Ну или просто поменять расположение дверей на самом деле. Многие китикуют Даст только за двери. В начале раунда то, что одна команда может найти преимущество после пяти секунд. Притом не точно. То есть это преимущество типа так. 50 на 50. То есть можно постреляться. Ну как? Тут чуточку легче в атаке смотреть все же. Не так много есть шансов на то, что защита выиграет эту перестрелку. То есть все уже в атаке чекается. Там ты стоишь в одной позиции. И в принципе тебя даже через смок довольно сложно забрать. Ну многие ожидали, когда Даст уходил на реворк. То, что там поменяет хотя бы положение двери. То есть повернут. Под каким-то градусом ее поставят. Чтобы не было прямого прострела. Ну тогда было бы интересно посмотреть на эту карту. Но как же они могли сделать такое с классической картой, переделать ее сейчас, взять. Ну это было бы, вот как по мне, хоть мы все эти Дасты помним старые. Вот это было бы наоборот круто. Потому что как-то изменяется КС. Что-то новенькое привносится. Даже на классических картах, которые были изначально в игре на турнирах. Так получается, что да. Изменили текстуры, поменяли еще масштаб. Не могу сказать, что игра там изменилась. Поменяли масштаб карты. В любом случае у тебя там выше стены оказались. И не такие широкие некоторые коридоры. А где-то они шире, где они были узкими. То есть взять те же заходы в тоннель. Ну, Даст. Даст вообще карта, которая должна уйти на покой. По крайней мере на какое-то время точно. Ну сейчас это возможно будет карта Мираж. После того, как переделали уже кэш. Опять же, если убирать Мираж, что уберите, ладно. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Или дайте нам за машиной подсадку. Дайте тогда, и все нормально. Все поменяется. Денис в нижней тэшке уже был. Показал себя против Крушела. И Шуилл его отпустил. Но тут был коллаж. Через всю карту здесь не попал просто. Джесмог пошел на Икс. Спелл он играет в мидле. Акцептиал он фактически занимает Зиг. Нет, тут Кито. Легко. Здорово. Здорово. Ну и все. Здорово-здорово. Спелл он Томас тут были с гранатами. Хотели раскидывать Зиг, но в итоге ушли. НК последний. И это пятый раунд для команды Спраут. И что-то подобное мы уже видели в исполнении этих команд. Усыпила бдительность, судя по всему, команды Эпсилона. Эпсилон не первый раз начинает очень хорошо на Дасте. Я вспоминаю матч против Спраут несколько дней назад. И то же самое. То есть начало есть какое-то. Раунды набирает. А потом начинает все это дело разбазаривать. И то же самое происходит. Спраут в итоге начинает поджиматься. Там Зиг по точке Б тоже активно играет ребята. Ну и в общем-то уже 5-5. А у противника нет денег, чтобы нормально закупиться. У-у-у, это было опасно, но Сирсон все же выживает. Забирает Спеллона. Там был скаут. Было также попадание по игроку защиты. 34 хп осталось. Шурилл пытается выйти на нижнюю тэшку. Деннис и его тиммейта убивают. Ну а Крушелл уже наконец-то включается со скаутом. Там подобранным. Но с другой стороны есть еще Сирсон. Или Сайрсон. Украл авик. Кстати, Шурилл получил АВП. И тут же Сирсон отвечает. Рефраг от НК. Ну и 2 в 3. В целом это нормальную тут себе ситуацию наковыряли. Экс Эпсила. Но единственное, что у них нет... А нет, кстати, армор есть у НК. И нет гранат. По карте растянутый Спраут. Медле играет Кито. Сейчас, я так понимаю, встретит здесь как раз-таки Крушелла. А нет, Крушелл ушел на лунг. А НК вот в медле. Стоп, перепутал все-таки. Крушелл здесь медле. Ой. Ну, если медл убивается. Есть смог, например, для того, чтобы зайти на точку Б. А не жду, что она машина. Это машина, и тут будет убийство в ухо. Судя по всему, Спиди в зуме не заметит его сразу, наверное. Да. И зум меня здесь не спасает. В общем-то, остается только Крушелл. Ай, промазал. Ой, нужно было выйти и убить соперника. В итоге Фавен его перестреливает. Сэмкой на руках забирает себе СГ. Это раунд в пользу команды Спраут. Хотя были проблемы. И были шансы. Соответственно, команда Экс Эпсилон, чтобы она вышла на этот шестой для себя. С пистолетами в руках. Ну, ладно. Забыли. Вот. Повтор. Перестрелки. Как Крушелл забирал там Спиди уходящего на центр. Кто там был. Ну, конечно, Спиди... Да, Спиди только сейчас упал там на машине. Но нельзя так сидеть, на самом деле. В зуме... Ну, у тебя просто даже нет мотивации там постоянно находиться. Ну да. То есть ты можешь в зум войти в любой момент, потому что зум быстрый. Но у тебя обзор теряется, если ты там так сидишь. Занимает лонг Спраут. Двоем они фокусят эту позицию. Откинули уже смок в коробку. НК просто не ждет такой ближней позиции. Есть размена от Шурила, но тут же подстраховывает Фавен. И, в общем-то, эта агрессия под Б-плентом себя не оправдывает. Размен в плюс для Спраут. И втроем уже Экс Эпсилон попытается разрулить этот раунд хотя бы. Главное не по одному. Там Спеллана не загулять куда-то на центре. И опасается он также поджимать через верхнюю Т. Ну и готов смок носить. И там находится Кита. Вот как он там сидит, правда. Нет, он уже вообще выходит на центр и пытается сыграть на опережение. Поймать кого-то в пикселе через двери. Но этот смок, наоборот, благоволит ему. Атака готовит свой выход на точку А. С плитом через длину и Зик. 2 плюс 1. Спиди в зуме встречает соперника. Но тут АВП на самом деле может его отключить. Чекается также близ дистанции у двери. И Спиди все же забирает Крушела. Но отлетает от Томаса. Бомбу увидели. Только что игроки защиты. Спеллана отвечает на зиге. Сырсон на перетяжке уже готов длину тоже не выпускать. Ну и все остальные ребята тоже будут смотреть в одну точку. Там еще Кита, заходящие через спину. Это шах и мат. Томасу. Да, он, конечно, экспериментальный смок свой откидывает с просветом там на 3 метра. Но он был нацелен на то, чтобы поймать кого-то на птенте. Это понятно. В итоге мог уже убивать Сырсона. У-у-у! Томас, какое попадание. Сырсон тоже на самом деле мог просто закрыться в углу и не пикать. И дальше Томас мог попасть по голове. Ну и наконец-таки Кита включается в эту ситуацию и успокаивает Томаса. Разбушевавшегося. В седьмой раунде команды Спраут или Спруут. Такое ощущение, что они игрались со своими оппонентами. Поигрались, поигрались, но так ладно, все хватит. Давайте концентрейт. Концентрейт на этих бойц. 3.05 коэффициент на команду Экс Эпсилон. Ну сейчас-то уже да. Сейчас-то уже понимаешь, что... Просто Спраут сильнее. Ну индивидуально так точно. Ну вот знаешь, просто у Спраут есть Кита. Там Деннис. Которые просто зачастую перестреливают противника. Они даже вот именно в этом параметре оказываются выше по уровню. И Эпсилон, они берут раунды... В начале... Не берут. Смотрите, 5-1, да, счет был. Вот у нас пистолетный раунд для атаки был неплох. Там первый девайсный, понятно, не заехал. И там форсы были такие... Вот Спраут, на самом деле, там как только Спраут вышли уже на хороший бай для себя, так уже начались проблемы у Эпсилон. Ну вот сейчас Крушел вновь вынужден играть со Скаутом. Они не занимают длину, это тоже вопрос. Там уже длительное время никто не появлялся. Вообще ощущение, что Крушел здесь самый сильный игрок. Но он самый... И ему бы куда-нибудь в команду... Он один из самых опытных с точки зрения того, сколько он времени проводит вообще на профсцене уже. Потому что Крушел... Я помню, когда вот только запускался CSGO, были форумы, на которых игроки пытались найти себе миксы 5 на 5 играть, и Крушел там светился довольно часто в сообщениях. Это форумы уже мертвые сейчас, но раньше, когда не было фейсета и всего остального, игроки собирались и... Оп, что это такое? Бесмака выходим на точку B. Смотреть через мидл, Томас в итоге отлетает от Цирсона. Ну и только сейчас, в общем-то, дым используется за командой Эпсилон. Флешка еще одна полетела, но, в общем-то, это выход на трех игроков команды Спраут на точке B. Нормально Денис байтит на кито. Ай, его все-таки прочекали. Ну, здесь есть размен, но опять же в плюс, и Фавен за иксом закрывает двоих в тэшке. Ой, ребята, ну нет выходов через дик, нет занятия длины, вот этот сплит на B. Уперлись они в эту точку каким-то образом, Экс и Эпсилон. И выход через смог, да. Фавен тут все четко закрывал. Два скаута уже в атаке с Паланой Сурил. Это вообще какой-то странный. Хотя изначально брал его Крушел, да. Ну, хотят прошивать, видимо, центр, там, ловить кого-то. Ну, возможно, и получится. Так, пик от Серсона. Легчайший минус по Шурилу. Замечает еще одного зайчика, попрыгайчика на центре. Ну, НК на самом деле чудом не получил пулю там через дверь. Он будет, конечно, еще пытаться. Серсен еще и дальше пикает, забирает спеллана. Денис помогает. Ну, дверь закрыта, ребята. Как у нас говорят в метро, обрежно двери зачиняются. Ага, наступна станция. Инферно. Почайно. Нужно, конечно, здесь еще попотеть. Но, честно, вот Эпсилон не вселяет уверенности такими раундами. Вот эти два скаута, которые стоят, их отщелкают в ВП в итоге. Ну, Серсона, конечно, убили, но это не проблема. Да, при этом вроде как уже сколько, по-моему, две паузы было у нас от Эпсилон. Таких пауз тактических, в которых там явно происходило какое-то обсуждение. Но игра в целом и динамика, и темп игры не внушают доверия, к сожалению. Это не мига с Дримитерс. Ну, слушай, характера не хватает Эпсилон. Это именно характера. Вот нет геройства даже, которое помогло бы выйти на этот шестой раунд. А счет был, напоминаю, какой? 5-1, ребята. То есть 8 раундов в защите от команды Справа подряд. Это жестко. Занимается так же длина, как всегда Кита провел в спиде. Можно его там оставить в яме. Тут же выход под флешку от команды Экса Эпсилон. Неплохо. Можно поймать там игрока защиты. Он сам себя оставил в углу. И это слишком... Такая позиция на один фраг, на самом деле, если выходит больше, чем один соперник из бокса. Ну, и в итоге Крушел уже может в яме здесь кошмарить точку А. В него АВП. Заметил только что противника, который переходит налево. Оп, Деннис... Не знаю, если бы Деннис хотел пикнуть грамотно яму, то сделал бы хотя бы это с ящика или с бортика. То есть в полный рост вышел бы они. Как-то безобразно он это сделал. Показывая просто корпус или голову. Ну, то есть, на самом деле, когда ты выходишь в полный рост, то у тебя есть мизерный, но шанс, того, что соперник попадет тебе в ногу, а не в тело там дальше. Вот он. Сирсон, который на репике ловит Крушела. Есть размен неплохо. 3 в 3 ситуация. Но при этом снайпер команды Справа остался красным. Там троечка сейчас нормально сыграет. Это Фавен. Отпустил он бэк, кстати. Тайминг для него не самый удачный, но зона. Тут, наверное, важнее зона. Кита уже с респа делает минус, как и Сирсон. И, в общем-то, все перекрыто. 10-5. И безвольная игра в атаке. Да, вообще безумная. И Спраут забирает 10. И должны, в общем-то, закрыть вопросы без оттягивания конца на этом дасте. И переходить на карту до Инферно. Но в любом случае будет попытка. Попытка от Эпсилон, прежде всего, в диффенсе. Ну и Спраут. Спраут, конечно, будут покупать. Какие-то наборы, вероятные, я так понимаю. Будет какой-то у нас... Кстати, повтор последнего раунда. Будет какая-то раскидка. А может, Сирсон, конечно, жестко отыграл. Да, молодец. 3 в 4 ситуация. Там, во-первых, репик против Ямы под свой же смог. Там очень грамотно он отыграл. Ну и потом не дал центру выйти. Да, пик Спраутов. Ну, это карта ДАС-2. И наши аналитики тоже часто об этом говорили, что Спраут должны эту карту забирать. Вот там начинается на Инферно все самое интересное. И на Инферно мы Спраут уже видели. И там, ребята, все было довольно скромно. Но, опять же-таки, это происходит через раз. Что команда, которая, в принципе, играет какую-то карту, на ней ничего не может сделать. Может быть, у нас сегодня и 2-0 будет. Вот. После такой потной первой Best of 3 между командами Dreamiters и Nimiiga здесь пока соревновательный аспект не такой высокий. К сожалению. Немного усыпили они. Вообще все происходящее в эфире. Но надеемся на X-Epsilon уже в этом раунде. ЦЗ-ка от Томаса. Он идет, кстати, на точку BRHB. Не раз меня спасал ХАЕ, залетает. Там флешка еще будет и пытается убить Томас. Кого-то не получается. Павлен скрывает его из спеллана. Выходящего на размен смаком закрывается дверь. И там NK ни с чем. Возможно, он, конечно, зарандомит кого-то. Но на это надеяться не стоит. И раунд у нас может очень быстро закончиться. Победой команды Спраут. И вроде... Отличный хэдшот. Вроде и ХАЕшку дали анти-рашивают. Ну и ЦЗ-ка принимает. ЦЗ-ка в упоре. То есть вроде ничего плохого не сделали. Да, на ЦЗ-ке нельзя двигаться в такой ситуации. Понимаешь? То есть ЦЗ-ка это тот пистолет, который, в принципе, имеет больше шансов убить больше соперника, когда она стоит на позиции статичной. А так получается двигаешься, получаешь хэдшот. Кита не выпускает Чурила Крушела. Остается там NK. И тут же дорабатывает Кита по последнему. Хотя и Деннис его тоже неплохо на себе держал. Играя с трофейной ЦЗ-кой. Но ЦЗ под ХАЕ... Да, понятно, что приятно там принять соперника выходящего с верхней Т, но стоило все-таки остановиться, потому что Испеллен там смотрит этот выход, и ты тоже, в общем-то, должен был отвлекать. А так получается, что один понесся, отлетел, и второго тоже там затыкали. 4.2. И на такой коэффициент на команду Эпсилон и Спортс уже? Не, ну глядя на эту игру точно ставить нельзя. На Эпсилон, да. Нет, пока нет. Ну, просто ты даже смотришь на то, что команда делает. Она уже, кстати, проиграла... Проиграла десятый раунд подряд. Уже, правда, в атаке этот пистолетный продолжает, в общем-то, показывать свою стрельбу на длине Тома спада. Это Денниса, он также замечает NK. Ну, там изначально была информация. У нас просто кладбище на длине. И серьезного урона ребята так вот в этой позиции не нанесли. Спеллен получает простел со скаута. Для Денниса это легчайшая добыча. Вы мне скажите только одно. Вот нам показали коэффициент только что. Ловил ли кто-то его, когда спраут проигрывали 1-5 или 2-5? И какой он был. И какой он был. Если есть у нас такие игроки, гемблеры, скажем так, то вот интересно вас послушать, потому что, опять же, это сейчас оправдывается. Все вы можете быть довольны своей ставкой, если вы поймали там коэффициент на спраутов. 2-6, 2-5. Да, это неплохо. Ну, слушай, мы можем вас пока поздравить. Пока почему? Потому что еще нет 16-го для команды Epsilon. Но поверьте нашему опыту, что здесь нет причин. Ну, такие камбэки случаются один из ста. Они не случаются. То есть смотри, это даже нельзя назвать... Даже не по счету именно. Да, да. То есть тут вопрос не в счете абсолютно, а вопрос в характере и рисунке игры. И в том, что, очевидно, одна команда в скиле перевешивает по скилу. Превосходит просто... Превосходит своих соперников. Кейта там 23 на 10 носится. Неплохо все у него складывается здесь. Должен быть довольным собой. Кстати, на длине его уже выпустили за голубой контейнер. Забирает он уже NK. И там по скилу пытается выйти второй игрок. Шурила тоже отправляет. Следующий раунд Кейта! Ну, ребят. Ну, серьезно. Смотри, как три типа... Ладно, первый там умирает. Ладно, второй, третий просто уже стал на какой-то безысходности. Третье тело не было. Они же лонг занимали втроем? Да, да. Ну и по одному в итоге отлетели. Ладно, там с кейтой была работа. Но не совладали с Кейтой, который сегодня очень уж хорош. И он стремительно идет к своему четвертому фрагу. Если найдет еще одного спала на Смакеда, это минус четыре, но нужен эйс. И он, возможно, произойдет в этом раунде, потому что на центре не находится Това Москита. Ай-яй-яй! Сорвался! Сорвался эйс! Ну, бывает. Бывает. Главное, что взял раунды своей команды. И это было очень просто. Ты смотришь на такое. Понятно, что... Просто разнос. Не каждый из нас бы там смог так сыграть далеко. Не каждый смог бы... Да, да. Макита смог, например. Но кто-то смог, например, да. Ай-яй-яй-яй! Экс Эпсилон, конечно, тут выступает в роли мальчиков для битья. Самое сложное, наверное, пожалуй, это анализировать в такой игре. Это вот сесть и рассказать. Анализ закрывается уже на фразе, ну, это же дасту справа. Они же там сильны, они выигрывают у нас все дасты. А потом у них проблемы. Вот, все. Не-не-не-не. Это плохой анализ. Уволен. Не, я не хочу такое слышать. Все, я буду тогда комментировать. Тут анализ такой, что Экс Эпсилон не умеет в Counter-Strike. Ну, по крайней мере, на дасте. Да, но уже подобная ситуация у нас была. Вот на Инферно будет интересно. Там Эпсилон, конечно, уже знают, как нужно действовать в разных ситуациях, в том числе и критических. Ну, а сейчас критика им не нужна, по сути. Да, они проигрывают. Они слабее. Они не знают, как на дасте защищаться сейчас против Спрауты. Там была поставлена бомба. Сырсон находит Шурила. Остается Томас Испелон. Два пистолета. И это должна быть не пыльная работенка для Сырсена. Что он читает там Томаса. Нельзя, кстати, отдать ему AWP ни в коем случае. Смотри, как он байсит. Специально побегал. Чтобы был выход. И он уже чекает прямо этот угол. Оп. Легчайший минус. Порочитано. Девять раундов преимущества. И команда Экс Эпсилон Испорс проигрывает 13 подряд на Дасте. 13 подряд. И просвета нет. Да, и не было у нас особо клатчей, выходов. 2 на 2 ситуации. 1 на 1. Все. Под прессом от атаки. Они просто душат. Кита сейчас снова будут выпускать на длину. Помогать нужно. Или он сам себя выпустит. Там фэшками, в принципе, был первый респаун. И длина занимается тремя игроками защиты. Посмотрите на радары. Там был крушался ВП. Вот он первый фраг. Наконец-то. Второй фраг уже пошел. От спела на свою очередь. Молодцы, да. Весла работают. Надолго ли? Да. Ну, сейчас вот я знаю, о чем могут общаться игроки атаки. Вот они выделят два дела, как сейчас раз-б будет. В следующем раунде. Сплит-б либо раз-б. Да, и я обычно в такой ситуации просто говорю фразу, что сейчас они поплатятся за это ВП. За одно второе, как они сыграли. Ну, вот и сейчас, конечно, еще есть шанс, если смогут выйти там, первого забрать на Б на танцполе. Находятся с Пелон Савиком и нужно, конечно, с Ирсона включаться. Но с Пелон Савиком бегает Фабина, ты просто сидел и ждал. Нет, я чуть не кашлянул. Я ни в коем случае не... Я вообще, на самом деле, верю в то, что Спраут этот раунд могут взять. Да. 2 в 3 ретейк. Есть Молик в окно. Там, кстати, будет интересно посмотреть, как будет выбивать уже Эпсилон, в свою очередь. Ну, нужно поставить бомбу быстрее. Да, было бы неплохо. Хотя есть еще раз кейтка от Ирсона. Флешка полетела. Денис врывается. Будучи красным, забирает МКФ, Сурил. Но он очень много хп потерял, когда заходил. Там Молик горел. Ой. Ну вот непонятно вообще, что делали Спраут сейчас. Очевидно, Закидон. Вы заходите на плент. У тебя чел в пленте. Второй лежит смог в воротах. Второй может зайти поставить бомбу. Ну, вообще, лучше, конечно, быстрее поставить бомбу. Потому что, во-первых, когда ты ставишь бомбу, у тебя только один ствол смотрит в окно или дверь. То есть, и еще игроки защиты не успели все перетянуться. То есть, нужно именно этот тайминг ловить, чтобы поставить бомбу. А не когда уже все там втроем игроки защиты под Б, и ты пытаешься это сделать или там выйти даже агрессивно. Ну, ладно. Спраут все же имеет очень большое преимущество. Могут себе позволить и такие выпады, и такие выходки. И, наконец-то, спустя 13 раундов, взяла команда Экс Эпсилон свой. Толомат встречает точку Б, через смок уходит Кейта. Дальше будет Спраин Кей, помогает там забирать спиди на центре. Эпсилон! Это начало камбэка. Мы сейчас такие умные сидели и обсуждали. Серьезно? Камбэк, это вот не камбэчится вообще никто не может. Ты понимаешь, что если Эпсилон выиграет эту карту, то вообще Спраут просто могут, не знаю... Нет, ну это сложно, конечно, в атаке проиграть. Со счета 14-6, тем более против Эпсилон. Если бы против них играли Фнатик, Виталити, Нави, еще кто-то, тогда да. Тогда такой камбэк, это вполне реальность. Так, конечно, свой какой-то еще один на маппоинт вымучает команда Спраут. И еще один тоже потом будет близко. И, в общем-то, Эпсилон вряд ли так много раундов смогут провести безошибочно. По идее, закуп в следующем будет. Вот здесь сейчас выход через коробку на лонг. В яме у Ширила очень хороший угол здесь. Опять же, это максимум минус один, видимо. А может, и нет. У него СГшка, минус раз. Нет, по-второму, кстати, не залетело. Есть размен. 2 в 4. Прилетел Крушел с авиком. Сделал тут же рефракт. Ну и Деннис последний с СГшкой сидит. И... Найс свитч, бро. Найс свитч. Мы ждем быстрый раунд от команды Спраут. Я бы хотел посмотреть. Свитч. Доктора, доктора. У него свитч. Мась от свитча, пожалуйста. Мась от свитча. Мой господин. Неплохо, неплохо. Так, покупает Спраут. Там, кстати, сетапчик такой очень хороший. Жирненький, я бы сказал. Это АВП. Это АК. 2 СГшки. Диггл. Хороший набор по гранатам. Ну и вот где-то сейчас Спраут должны уже заканчивать все это в азюканье. Нормально, кстати, так с авиком прострелил Сирсон с Пеллона. Тут занимается лонг. Команда Эпсилон. Кидывается хэшка в коробку. Ну и опять же тут... Пока на этих таймингах особо у нас экшена не предвидится. Да, ждем мы агрессии по точке Бена. Фавен вряд ли после этого раскида будет что-либо делать. Ближайшие 20 секунд спидите временем занимает центр. За Иксбоксом. Ну и мы ждем какого-то экшена там. Кито вышел. Нет, ушел обратно уже в двери, потому что слишком опасно. Мы знаем, почему там еще 2 игрока на кроссфайре. НК, выход. И самый лучший спрей, наверное, залетает от игрока атаки. Мог бы уже не прощать там. КТ. Занимается центр. Ну и дальше как сыграть? Вот стоит. Минута до конца раунда. Ребята также опасаются поджима через длину, потому что, кстати, его еще не было. Но у команды Эпсилон могут и удивлять таким образом. Еще один отт в ДНК. В Смаке находят Хита. Это неприятно. И там еще и пытаются размини... Сыграть еще одна СГшка. Флешка еще полетела против Домаса. Он смог стабилизироваться. Убирать одного Денниса. Еще и спиди попал под его спрей. 2 на 5. Сплит на Б уже не получается. Ребята, потому что Б... Ну, О, дано. Здесь 5 игроков защиты уже вскоре будут выбивать эту позицию. Смаком закрывается дверь в Севсенце ВП. Мог бы прострел там быть, но не доходит дело до него. Горит у нас Иксбокс и бомба уже на пленте. Фавен прикрывает своего тиммейта. Пока что не было врыва. Есть Молотов, например, на плент. Уже, наверное, полетел он в угол. Да, пытается пикать также авик окно, пока не спешат ребята. И как же стоит сыграть? Ждут, наверное, Тэшку. Там по игрокам должны появиться. И они минимум на размере здесь должны сыграть. Сирсон убирает одного, не получается. Еще раз в зум войти, чтобы убить спелла на последний. Фавен. Но это позиция такая школьная. Тазначит Атса, в спину пытается убить одного. Есть минус по НК, но дальше не уйти от Томаса. Да и от остальных тоже. Будет дефуз. 8-14. Команда справа пока что не может выйти на маппойн. Она не может выйти на мидл, я бы так сказал. И что самое интересное, вы выходите в мидл, вас откидывают, принимают. И у них как-то нет... Остановитесь, сделайте паузу. Выйдите второй волной, отойдите в шорт. Не знаю, ретейкните лонг. Как-то, знаешь, долбятся прямолинейно в этот мидл. Последние все раунды. Нету захода через Зиг. То есть они вцепились в Б и думают, А, там же два АВП, они будут их ретейкать. Б, они не ретейкнут, если мы займем. Так вы зайти даже не можете на плент. Безобразие. В итоге уже вторая ситуация. Подобная, когда вот одного игрока так и не хватает, чтобы нормально сыграть после установки бомбы. Был бы еще третий хотя бы, но я бы селил на огромные проблемы. Даже в такой ситуации, когда есть все пять игроков, которые живы. Ну, вновь проход через центр. Но в данном случае это Зиг с пистолетами. Будет раскидка с попыткой выхода на точку А и установкой бомбы. Ну, почему бы и нет. Это экзамен для Крушела на машине с АВП. А также есть игрок на гусе там или в пленте на дефолте. Ну, в общем-то, пока сетап защиты очень хороший против такой тактики. Крушелу главное не отлететь от какого-то шального дегла. И не оставить гуся одного в этой защите. Начинает раскидка. Флешка летит. Тут должен спускаться вниз. Один-второй игрок атаки. Еще раз с Маком закрывается старт. Так это уже интересно. Еще одна плашарка. Крушела можно забирать. Да, получается спиди в итоге разорачивается на длину. Ну, и НК вступил тоже в перестрелку. Забрал Сирсона. Но Кито его уже не отпустил. Бомба устанавливается. Красный Фавен. 20 хп. Кито забирает себе девайс. Это Аук. Вскоре на Зиге окажется, наверное, игрок защиты. Нет, все-таки решили вдвоем через длину выбивать ребята. Также оставили Томаса на Сити. Томасу нельзя играть первым номером здесь. Он ждет врыва от Шурила и Спеллана. Те уже готовы на размене показать себя. Вот, флешка полетела наверх. Кито. Да, это было опасно, но Кито в итоге не смог ничего сделать. Ну, позишн, конечно, у него царский. Позишн. Не дать, не взять. Да. Позишн номер один. Позишн номер два. Ты знаешь, я вспоминаю этих аниматоров таких на пляжах, которые, в общем-то, пытаются делать зарядку с позишнами номер one, two, three. Девять четырнадцать. Аниматор на пляже. Ну, вот пацан на платформе только что с Аугом, это был аниматор на пляже. Вот это инфа сотка вообще. Это об этом, ну, просто... Давайте послушаем песню Кайметова «Позишн номер один». Ты знаешь, можно, не надо. Это вообще топовая песня. Что ты знаешь? Спроси у деда, у бати спроси. Слушай, ну, он секс. Кайметов — это однозначно секс. Да, секс своего времени. Да. Так, ну, тут неплохо все складывается. Деннис как бы открывает лонг. Правда, остается красным. Кит уже репикает мидл. И пытается открыться на б. Хорошенький. Просто приходит и двоих наказывает. И все, как бы... Вроде была инициатива, и тут же ее потеряли ребята из Спраут. И, опять же, сейчас, наверное, можно говорить про откладывание. Слушай, это уже мини-комбэк, на самом деле. У Спраут до сих пор нет пятнадцатого. Защита знает, как сыграть сейчас. Вот на центре встречают. Авики тоже работают. И последний из Спраут. Фавен и Спиди. Вот минута у нас раунда проходит. Зачастую. Уже большинства атаки нет. Как-то пожить бы им, да? Сыграть в дефолте каком-то. Выйти вместе на позицию. Было бы неплохо, во всяком случае. Там уже на топовый игрок атаки на центре. С СГ. Фавен все еще. Надеется, что кто-то будет пикать с Б. Там только флешка прилетела. 38 секунд. Ребята, давайте. Нужно какое-то решение уже показывать нам. Фавен вообще решил остаться на центре. Спиди перетянулся на длину. Будет, наверное, как-то на себя стягивать интерес команды Эпсила. Но для Крушелла это не проблема. Абсолютно фраг. Фавен играет на размене против Скеллона. А дальше нужно пройти еще Крушелла. Да, попадание. 33 хп. А Вик мажет в очередной раз. Ну, вообще, мертвый раунд. Вообще, да. Я сейчас вспомнил, как мы спрашивали у чата, кто какой кэп словил. Пацаны, как там кэп. А кто ловил кэп на Эпсилон? Сейчас даже перебывочка пошла. Там, опять же, при счете, вот когда взяли у нас ребята из Спраут 14-й, тоже был довольно интересный, я уверен, коэффициент. И есть такие камбэки, бывают, действительно. Часто мы видим, даст он. Да, камбэки. Благоволит защите, который играет с авиками так четко. Они там подсаживаются постоянно. В Зиге тоже работа проводится. На мидле показывается. Зачастую игрок команды Экс Эпсилон, который выигрывает перестрелку. В общем, все-все. Все еще реально. Шуреально. 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 Ну, паузу, кстати, сейчас взяли Спраут. И пытаются как-то вернуться в эту игру. Но делают они очень вяло. Очень-очень вяло. Ну, ждем решения со стороны Спраут, ребята. Но у вас не получается медленно играть, не получается по одному занимать позиции. Давайте вместе. Давайте выйдем, например, на длину. Займем ее. Оставим кого-то в яме. Перейдем обратно в Зиг. Зачекаем близкие позиции. Раскидаем центр. Выйдем на точку. Не, запушим мидл, смотри. Кстати, да, под свой же смок. Вот это интересное может быть решение. Но они решили идти на Зиг, а вниз на центр. И такого врыва может не ожидать восьмерка команды Экс Эпсилон. Это НК. Но откидывается Молотов. В общем-то, все четко у него. Главное не попасть там под обстрел, потому что слишком много стволов здесь может смотреть в просвет. Энкея переходит в защиту на точке Б. Ну и атака только сейчас выйдет. Хотя изначально они довольно рано занимали, но остановились после Молотова. Кэшка в мидл. Начинается заход с плитом. Четыре мидл, кстати, и бомба здесь. Динчил через Т-шечку. Врыв от Энкея. Слишком широко. СП Элон в упоре. Делает один минус крушел. Уже подключается с Аплентану. И вот так и три в три каким-то образом все-таки удалось... Вышли на Б. Да, зайти на базу Б. Ну и там два АВП, кстати, на удержании. Есть два Молотова от Шурила и Крушела. Также Смог, который можно было бы закрыть выход из Т-шки. Мы, кстати, посмотрим, знает ли этот Смог Крушел. Или просто будет дальше действовать под окном. Под ним находится один человек, но на дефолте. Молотов выгоняет соперника. Это был, кстати, Китус Абиком, который промахивается по центру. А именно по дверям. Томас его тут же наказывает за это. Выход от Крушела. Минус голова Фавы на Сырса. Не уйдешь. И это три в три. Ретейк от команды Эпсилон. Потеряли только одного бойца и выиграли одиннадцатый раунд. Это жестко. Спраут продолжает нас удивлять. Ага, тем, что делают каждый раунд одно и то же. Нет, но три в три тоже, извини меня, должно такое забираться на Б. А так у вас получается, что даже позиция Кита, да? Вот ты же знаешь, что ты красный. Почему бы не уйти в тоннель с этим Абиком? Остается в итоге на точке, которая в многих ретейках горит. Если есть Молотову защита. То есть Молотов обычно куда бросается? Под окно правой кнопкой мыши и левой сразу же на танцпол, если что. И именно там красным нельзя стоять, потому что тебя убивает. Или Молотов, или выгоняет себе Молотов на ствол. Ладно, справа вот купили пистолеты, есть Мак-10 от Денниса. И смотри, смотри, что они делают. Они опять будут долбиться в миддл. Два игрока стоят под бфт-шки. И они вот опять, по-моему, я вижу просто. Вижу этот выход, сплит б миддл. Ты видишь это? Я вижу. Откройте мне веки. Я и с закрытыми веками это вижу. Предсказание уха. Посмотри. Посмотри, что происходит. 2019 год. Я вижу этот выход. И да, будет смок брошен, кстати, сначала на ящик. Сити, а потом под само Сити. Для того, чтобы не было там никакого подсада. У команды X-Epsilon. Ну и мы вновь пытаемся выйти под раскидку на эту точку. Там Хая залетает под кит. Это 73 хп. Да, неприятно. Но нужно идти. Замечает он одного. Это был НК. Крушел в итоге работает с АВП через окно. Двоих забирает, но от Денниса отлетает. Ребята, у нас Б снова занято. Есть авик трофейный. Вау. Ну такое уже точно нужно забирать. Ну уже сейчас точно не продадут. Еще и есть... А, ну флешки, правда. Только флешки на ретейке. Бомба ставится. А кто там в Т-шке? Это Деннис. Деннис открывается. Все, нужно играть пассивно. А он агрится и делает минус. Шурилл не ожидал, видимо, такой наглости от своего оппонента. Но и в итоге НК вместе с Пеллоном. В ретейке 2 в 3. Оу, Спиди попадает в голову НК. С Пеллан последний в двери. Он уже понимает, что нужно идти на сейф. А Сирсон его уже не отпускает. Сам горит, но это не важно. 15 в 11. Такое ощущение, что это был какой-то принцип. Вымучили, да. Вот принцип, ребята, мы все-таки сможем выиграть 15-й раунд на точке B. Ты видел это? Видел ли ты победу команды Спраут в этом раунде? Или нет? Я видел, что идут в мидл. Но, как ты знаешь, идущий осилит. Да. И команда Спраут осилила. Да, наконец-то. Вода камень точит. Точит. И вот здесь вот вода в лице игроков команды Спраут все-таки смогла сделать то, что не могла очень долго. Там интересный какой-то 2D-буст. А, это под смоком. Фокус или респаун с АВП. Ну и сейчас уже Спраут играет дефолт. 2 под коробкой на ланге. 1 в темке. И 2 в нижней тэшке у команды Спраут. При этом мы видим, что Эпсилон достаточно компактно сосредоточен. Сейчас 2 в мидле, 1 в зиге. И Сирсон находит фраг по Энкею. Не выдержала напряжение сердечка Энкея, который решил просто подпушить. Видимо, надеялся на то, чтобы словить тайминг. Крушел. Легко для него. Минус Сирсон. 4 в 4. Тушится молотов на зиге. Откидывается ХАЕ от Шурила. Пытается он там еще сыграть на бортике. Вместе с тиммейтом, который закидывает под него гранаты. И можно уже спускаться вниз на Нукея. Туда же перетягивается на точку А Крушел. Ну и в итоге оставляет одного товарища Томаса на точке Б. Но сам знает о том, что не было еще выхода от игроков атаки. Поэтому перетягивается обратно под мидл. Получает флешку. Кстати, совершают у нас выход на длину игроки команды Спраут. Оставили одного Фавена на центре. Деннис чекает также яму. Полетел смок на зиг. И Фавен, кстати, должен здесь выиграть перестилку против Спеллана. Какой врыв и какие тайминги. Красный, конечно, оставляет он Спеллана. Но сам падает на зиге. Шурил пытается сыграть на один минус. Но в итоге Деннис его находит. Чекает также Плэн. Сообщает своему бомберу о том, что можно ставить пакет. Классный смок в КТ, конечно. А тут со спины заходит чел. Наконец-то убивает. Это еще и красный Спеллан. Нужно менять расположение и лейти на длину после фрага по Деннису. Все же это второй вариант. Спиди последний остался. Одного забрал Крушела. Есть инфа. 34, 21 хп. Нет. Томас все же был хорош в этом выходе. Заметил голову и отстрелил. Слушай, ну, чего уж там? Давайте уже на допах поиграем. Давайте. Горилла хата, горы и сарай. Да, у нас сегодня такие напряженные матчи. Почему это должен быть исключением, например? Давайте допы смотреть. Я не против. Ну, Спраут могут допустить их. Хотя по деньгам все, конечно, хорошо. Будут закупаться игроки атаки. Ну, денег там на два раунда вообще. Да, имеют два. У Спраут. АВП он. Да. Горилла хата, горит на спорту. Да. Ну, такое, кстати, да. Это сложно смотреть, если вы ставили на этот матч. Вот, наверное, в фаворе, вернее, в ажуре находятся только те ребята, которые поставили на ТБ. На этой карте, но все остальные пока не могут успокоиться. Это понятно почему. Так, еще одна флешка репик бокса. А пока до фрага дело не доходит. Еще там две флешки. В одну, вторую сторону летят. И пятая будет залетать от Крушела. И он пока не пикает. Пикает! Там какая-то принципиальная дуэль. Кто у кого выиграет. А Фавен сбривает двоих. Притом одного точно на Б. А, двоих на Б. А третьего он не читает. А третий в окне. На пленте, вернее. Это НК. Это было странно. И сейчас Фавен такой говорит, вас издаст. Но он не знал, что третий там, понимаешь? Ну да, да. Особенно на пленте, тем более. Третий там вообще не должен был сидеть по-хорошему. Но все же есть шансы у команды Спраут. У НК, правда, снайперская винтовка. Он пытается играть активно. Хороший выход на спиде. Ну и тут же Деннис ловит Сюрила. НК должен здесь сам отыграть. Нет поддержки. Тут как бы на шашлык не попасть. О, Сирсон в размене поймал противника. 20 хп Крушел последний остался. Но это должно быть 16-12, ребята. А тут уже в спине находится Деннис, который будет прыгать. Причем на него сразу же. Бам! 16-12. Все же это победа команды Спраут. Алексей, у меня есть только одно слово. На уме это вымочили.